День поля После затяжной зимы в 2018 году весенние полевые работы у нас начались значительно позже, чем обычно. Однако, за тем благоприятные условия, конечно же, прежде всего, ваш труд, уважаемые землепашцы, позволил провести весенние полевые работы в организационные и оптимальные агротехнические сроки. Все целевые показатели во время весеннего сева были достигнуты. Главная задача выполнена. По сравнению с прошлым годом посевные площади не сократились. План перевыполнен почти на 2%. Высокие показатели удалось достигнуть, несмотря на тяжелые погодные условия весны. Мы приступили к весенней кампании в этом году со смещением на порядка 2 недели. Тем не менее, аграрии, с учетом того, что они очень серьезно подготовились к весенней полевой кампании, все агротехнические мероприятия мы выполнили в срок и вошли в тот календарный план, который был установлен по нашему региону и наукой, и Министерством сельского хозяйства. Поэтому уже буквально 31 мая мы закончили, соответственно, посевную кампанию, и наши аграрии в этом плане вошли в число, скажем так, лидеры, четверку лидеров по привозку к федеральному округу. В этом году ульяновские производители смогли расширить номенклатуру сельскохозяйственных культур. Среди награждаемых губернатором был Евгений Бойко из Новоспасского района. Его хозяйство посеяло не только привычную озимую пшеницу, но и рыжик, рапс, масляничный лен и даже нут. Эти культуры пока в новинку для Ульяновской области. Работает хозяйство как на отечественный рынок, так и на внешний. Ну вот у нас реализация, у нас подписан уже контракт с Ираном. Это импорт будет у нас, то есть экспорт. У нас подписан договор на весь объем. Поэтому лен мы тоже продаем, как и в России. Это Кубань масло, Орел масло, это Тульский, Веневский элеватор, то есть тоже масличная эта культура. Вот, рапс, с рапсом у нас договор и с подписан, и с Германией, и тоже в России берут очень хорошо рапс. Весенние работы, так же как и День поля, завершились. Но у хлеборобов дело не убавилось. Отдыхать некогда. Настал не менее ответственный период уход за посевами, изготовки кормов и подготовки к сбору урожая. Здесь многое зависит от погоды, но главным все же остается труд земледельцев. Егор Тестов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова